Продолжение следует... Продолжение следует... Сьюзан Шентл, Флора Робсон, Норман Вуллинд, Мервин Джонс и Джон Гилгут в роли от автора. Продолжение следует... Продолжение следует... Композитор Роман Влад, дирижер Ламберт Вильямсон, режиссер Ринато Кастеллани. В двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышный разгорелся вновь, вражды минувших дней раздор кровавый. Заставил лица мирных граждан кровь. Из чресл враждебных, под звездой злосчастной, любовников чита произошла. По совершении их судьбы ужасная вражда отцов с их смертью умерла. Весь ход любви их смерти обреченной, ярый гнев их близких, что угас, лишь после гибели четы влюбленной, часа на два займут, быть может, вас. Коль подарите нас своим вниманием, изъяны все загладим мы старанием. Добрый день. Добрый день. День добрый. Какой красавчик. Пригласите в гости. Стоит меня затронуть, я сразу в драку. Да, затронуть-то тебя трудно, так чтобы ты раскачался. Любая шавка из дома Монтеки уже затрагивает меня. Кто затронут, тот трогается с места, смелый стоит на месте. Значит, если тебя затронут, ты удерешь. Нет уж, ни от одной собаки из этого дома не побегу. На стену полезу, но возьму верх над любым мужчиной или девкой из дома Монтеки. Это значит, что ты слабый трус, только слабому стена служит защита. Верно. От того-то девок, этих пищалок робких, всегда и припирают к стенке. Сюда идут двое из дома Монтеки. Затевай, Сору. Сору, я за тобой. Что, спрячешься за мной наутёк? Я суну палец в рот на их глаза. Такого оскорбления они не стерпят. Не посмеют. Вы суёте палец в рот на наш счёт, сеньор? Я просто грызу ноготь, сеньор. Вы суёте палец в рот на наш счёт, сеньор? Идём, 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 идём. Драка на базаре. Святая Мария! Скорей, бежим. Опять передрались Монтеки с Капулетти. С дороги прочь. Абрам. Абрам. Откройте, откройте. 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 Как? Бьёшься ты средь челяди трусливой? Сюда, Бенволио, и смерть свою встречай. Слуга Капулетти убил Абрама. Слуга Капулетти убил Абрама на базарной площади. Что случилось? Что произошло? Абрам убит. Что же это? Абрам. Абрам. Что с тобой сделали, муж мой? Что с тобой сделали? За мной. Предатели, убийцы. Что здесь за шум? Эти Капулетти. Сюда идёт Монтеки, отойдите. Абрам погиб. Благо, это мой меч. Подать мой меч Подать мой длинный меч Тебе не меч твой, нужен а костыль Не должен ты идти туда, к врагу Монтеки здесь, смерть подлом Капулетти Изменники, бунтовщики, кто нарушает мир? Кто оскверняет меч свой кровью ближних? Вы что, не слышите? Эй! Эй, вы люди! Нет, вы звери Вы гасите пожар своей преступной злобы Струями красной жидкости из жил Три раза под влиянием вздорных слов Вы оба, Капулетти и Монтеки Смущали мир на улицах Вероны Под страхом пытки Из кровавых рук Оружье бросьте, на земле внимайте Что герцог ваш разгневанный решил? И если вы хоть раз еще дерзнете покой нарушить наших мирных улиц Заплатите за это жизнью ? Три раза! Продолжение следует... Продолжение следует... С добрым утром, брат. Неужели? Ещё так рано. Уже пробило девять. Как медленно часы тоски ползут. Что за тоска так длит часы, Ромео? Отсутствие того, чтобы могло их сделать краткими. Любовь? Нет. Не любовь? Да, не любовь ко мне моей воздумленной. Увы, зачем любовь, что так красиво и нежна на вид, на деле так жестоко и сурово? Увы, любовь даже с завязанными глазами найдёт себе желанные пути и прямо в сердце. За что? О, гнев любви! О, ненависть и нежность! Из ничего рождённая безбрежность! О, тягость лёгкости, смысл пустоты! Ты не смеёшься? Нет, я скорее плачу. Сердечный друг о чём? Тоскует сердце друга. Да. Злее нет любви недуга. Печаль, как тяжесть, грудь мою гнетёт. Прибавь свою, ты увеличишь гнёт. Прощай, брат мой. Нет, я пойду с тобой. Расставшись так со мной, меня обидишь? Да. Я потерял себя. Меня тут нет. Здесь не Ромео. Он в других краях. Скажи мне, злее тоску. Кого ты любишь? Вели больному сделать завещание. Как будет больно это пожелание. И это? Джульетта! Джульетта! Что там? Кто звал меня? Ваша мама. Где моя дочь? Быстрее, быстрее, быстрее. Скорей, скорей. Сеньора, я здесь. Что вам угодно? Вот что. Кормилица, ступай. Нам надо поговорить наедине. А, впрочем, нет, кормилица, вернись. Должна услышать ты беседу нашу. Ты, дочь мою, с младенчества ведь знаешь? А сейчас не ошибусь в её годах. До дня Петрова сколько остаётся? Ну вот, как раз Петров день к ночи и стукнет ей 14 годков. Она была с моей Сусаной, царство ей небесная ровесница. Сусану Бог прибрал. Ох, я не стоила её. А вашей 14 в Петров день будет точно. Потом и замуж выйдет. Помню, как сегодня, в год Зимитрясения, да, 11 годков, там и минуло, как я её от груди отняла. Не позабыть. Она тогда на ножках уж стояла. Да что там, в перевалку бегала повсюду. В тот день она разбила себе лобик. А муж мой, упокой его Господь, вот висит шахтовый, малютку поднял. Что, говорит, упала ты на лобик, а подрастёшь, на спинку будешь падать. Ведь так, Джулия? Клянусь, Мадонна, и перестала путовку плакать и сказала, да. Хоть проживу я тысячу лет, а это не забуду. Ведь так, Джулия, её спроси он. И малютка утешилась и отвечает, да. Ну замолчи, и ты, кормилица, прошу тебя. Молчу. Я всё уже сказала. А дарена ты милостью Господней. Мне только до твоей дожить бы свадьбы. И больше ничего я не хочу. Свадьба. Как раз о свадьбе и пришла я поговорить. Скажи мне, Джулия, ты дочка. Была бы ты согласна выйти замуж? Замуж? Да. Я о подобной чести не мечтала. Честь. Да если бы не я тебя вскормила и сказала бы, он ты с молоком сосала. Честь. Что ж, о замужестве подумай. В Вероне многие из знатных дам тебя моложе, а детей имеют. Но словом твоей руки Борис достойный просит. Я повторю, что говорил раньше. Моё дитя ещё не знает жизни. Ей нет ещё 14 лет. Пускай пройдут ещё два пышных лета, тогда женою сможет стать Джулетта. Я матерей счастливых знал моложе. Созрев так рано, раньше увядают. Земля мои надежды поглотила. Одна она. Но попытайтесь, добрый мой Парис. Пусть вас она полюбит. Сегодня праздник в доме у меня. Друзья мои сойдутся и родня. Кого люблю, тот зван на торжество. Вы к их числу прибавьте одного. Столкуйтесь с ней. Я буду только рад. Синьора! Джульетта! Сюда, скорей! Взгляните на него. Что скажешь? Могла бы его ты полюбить? На празднике у нас он нынче будет. Читай как книгу юнолик Париса, в нём красотой начертанную прелесть. Я постараюсь ласково смотреть. Быть может, взгляд подскажет сердцу. Но буду стрелы посылать из глаз не дальше, чем велит мне ваш приказ. КОНЕЦ Продолжение следует... Постой. На праздник Капулете явилась Розалина, красавица, любимая Ромео. А я не промахнулся, угадал, по ком страдаешь ты. Цель хороша, мой друг, и попадешь ты в яблочко. Добрый вечер, сеньор. Добрый вечер. Скажу вам, что вы оба промахнулись. Ведь ей не страшен Купидон Крылатый. Она Дианы предпочла удел. Закована в невинность точно в латы, неуязвима для любовных стрел. Не поддается нежных слов о саде, не допускает поединка взору. О, как она богата красотой. Бедна лишь тем, что вместе с ней умрет ее богатство. Но слишком уж прекрасна и умна. Умна, прекрасна, чересчур она. Заслужит ли она блаженство рая, меня так незаслуженно терзая. Я заживо убит ее об этом. Я мертв, хоть жив и говорю об этом. Но, приятель, один огонь другого выжжет сжение. Любую боль прогнать другая может. Коль у тебя головокружение, кружись в другую сторону, поможет. Клин клином вышибают. Так люди говорят. Пусть новую заразу встретит взгляд. Вмиг пропадет болезнь старой яд. Послушай меня. Забудь о ней думать. О, научи меня, как разучиться думать о ней. На других красавиц внимательно гляди. Но хватит. Все это не поможет мне забыть. Красу моей любимой. Прекраснее ее под солнцем нет. И не было с тех пор, как создан свет. Постранитесь, пожалуйста, расступитесь. Дайте пройти. Это молодой Монтеки. Стоп. Стоп. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иди, дитя, и в свет счастливых дней ищи себе счастливых ты ночей. Субтитры сделал DimaTorzok Играйте, музыканты! Добро пожаловать, сеньоры! И пусть те дамы, чьи ножки не страдают от мозолей, попляшут с нами. Что, любимые мои, кто из вас теперь откажется танцевать? Эй, там побольше света! Здесь стало слишком жарко. Она почему-то опаздывает. Камин гасите, убирайте мебель! Эй, место, место! Ну же, в пляс, девицы! Простите? Здесь молодой Ромео. Ромео? Да, Сидир. А, дядя, ну это же Монтекки. Наш враг. Этот негодяй, он к нам пробрался в дом. Над нашим он глумится торжеством. Прекрасные дамы и благородные сеньоры. Сейчас музыканты сеньора Джереми сыграют для вас восхитительный старинный танец «Гольярда». А, ладно. Молодой Ромео, да? Да. Негодяй Ромео. Это он. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За все богатство города не дам я его здесь, в моем доме, оскорблять. Ты успокойся и оставь его. Я не терплю его. Отлично, терпишь. Не смей противоречить мне. Я здесь хозяин. О, было время. Я тоже маску надевал. И нежно шептал признание на ушко красотке. Стыд какой притихнешь у меня. Вот так, вот так. Вы радуете мое сердце. Ты наглец, уйди. Субтитры создавал DimaTorzok Наденьте эту маску и немедленно покиньте этот дом. Уходи. Она затмила факелов лучи. Сияет красота ее в ночи, как в ухе мавры жемчуг несравненный. И красота ее – редчайший дар для мира слишком ценный. Кто тачья прелесть украшает танцующего с ней? Сеньор, не знаю. Как кончит танец, улучшу мгновение. И подойду, коснусь ее руки в благоговение. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Что там? КОНЕЦ 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 С Вашего разрешения? Сеньор Парис. КОНЕЦ Когда рукою недостойно и грубо я осквернил святой алтарь, молю тебя, прости, как два смиренных и смущенных пилигрима губы, лапзанием нежным смогут след греха смести. Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке, лишь благочестие в ней. И есть руки у святых, их может верно коснуться пилигрим рукой своей, ладонь к ладони, это же не грех. Зачем даны уста святым и пилигримам? Но пилигрим, уста даны им лишь для молитвы. О, святая, так позволь устам моим, как и рукам, прильнуть к твоим. Лишь для молитвы я клянусь, не будь же так неумолима. Мадам, синьора, ваша матушка вас просит. Кто мать ее? Как, молодой синьор, хозяйка дома этого ей мать. Она дочка Пулетти? Доброй ночи, племянница. Милое дитя. Куда ушел он? Почему? Иди, узнай его имя. И если он женат, то мне могила будет брачным ложем. Зовут его Ромео. Он Монтеки. Сын вашего заклятого врага, наследник. Моя любовь единственная, ты из ненавистной мне семьи. Так в долг врагу вся жизнь моя дана. Так вилляя литвы и снег ее. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Ромео, брат мой, Ромео, Ромео, он скрылся Он свихнулся Он разумен и верно уж давно лежит в постели Зови его, зови Зови Позови его, Меркуцио Позвать? Нет, вызвать закляданием Ромео, страсть, любовь, безумец пылкий, обожатель Появись хоть в виде вздоха Скажи полстрочки и с меня довольна Эй! Эй, сюда! Тише! Тебя я заклинаю Ясным взором Прекрасной Розалины Благородным ее челом Пунцовыми устами Стопою маленькой Ногой устроенной Трепетным бедром И прелестями, что вблизи бедра Коль, слышь, что он, он на тебя рассердится На что ему сердиться? Ведь заклинание мое невинно И именем возлюбленной Я только его явиться заклинаю к нам Пойдем отсюда Пойдем Искать того напрасно, кто не желает, чтобы его нашли Любовь его слепа Ей мрак подходит Но будь любовь слепа, она так метко не попадала в цель Тебя я заклинаю Ясным взором Прекрасной Розалины И прелестями, прочими ее Над шрамом шутит тот Кто не был ранен Тебя я заклинаю Но тише Что за лучик Свет облеснул в окне О, горе мне Но поклянись, что любишь ты меня И больше я не буду Капулетти О, Ромео 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 Зачем же ты, Ромео? Окинь отца и отрекись навек от имени родного Ведь это только твое имя мне, враг Ты был собой, не будучи Монтеки Монтеки, что же это значит? Ведь это не рука И не нога И не лицо твое И не любая часть тела человека О, возьми другое имя Что в имени? То, что зовем мы Розой И под другим названием Сохраняло бы свой сладкий запах О, Ромео Сбрось же это имя Оно ведь даже и не часть тебя Взамен его меня возьми ты всю Ловлю тебя на слове Назови меня любовью Вновь меня окрестишь И с той поры не буду я, Ромео Кто ты такой? Не знаю Как мне себя по имени назвать? Мне это имя стало ненавистно Моя святыня, ведь оно твой враг Когда б его написанным увидел Я это слово тотчас разорвал Мой слух еще и сотни слов твоих не уловил Но я узнала голос Ведь ты Ромео Ты Монтеки Не тот и не другой Ведь эти имена запретны Как ты попал сюда? Скажи, зачем? Ведь стены высокие и неприступные Меня перенесла сюда любовь на легких крыльях Ей не преграда каменные стены И не помеха мне, твои родные Они тебя увидят и убьют От глаз их меня укроет ночь своим плащом Но коль меня не любишь Пусть увидят Мне легче жизнь от их вражды окончить Чем смерть отсрочить без твоей любви Кто указал тебе сюда дорогу? Любовь Она меня к расспросам понудила Совет дала А я ей дал глаза Меня ты любишь? Знаю, скажешь, да И я тебе поверю Но хоть и поклявшись, можешь обмануть О, милый мой, Ромео Если любишь, скажи мне честно Да, мой Монтекен Да, я безрассудна Ветри на меня ты вправе с честь Но верьте мне, сеньор И буду я вернее всех Кто себя вести хитро умеет Прошу тебя, мой друг Не принимай За легкомыслие порыв мой страстный Который ночью мрак тебя открыл Но, госпожа, клянусь тебе священной луною Что серебрит цветущие деревья О, не клянись луною непостоянной Луною свой вид меняющий так часто Каждый месяц Чтоб и твоя любовь не изменилась Так чем поклясться? Вовсе не клянись Или, если хочешь, поклянись собою И я поверю Милый, доброй ночи Пусть росток любви В дыхании теплым лета расцветет Цветком прекрасным вмиг Когда мы снова увидимся Доброй, доброй ночи Своей душе покой и мир найди Они сейчас царят в моей груди Но неужели ты, не уплотив, меня покинешь? Какой же платы хочешь ты сегодня? Любовной клятвы на мою в обмен Ее дала я раньше Чем просил ты Но хорошо б ее обратно взять Обратно взять? Зачем, любовь моя? Чтоб с чистым сердцем вновь отдать тебе Я слышу в доме шум Любимый мой, до встречи Джульетта Иду, кормилица Прекрасный мой, Монтеки Будь мне верен И подожди немного Я вернусь Счастливая Счастливейшая Ночь Но если ночь Боюсь, не сон ли это? Так сказочно и чудно Это все для Яви Три слова, мой Ромео И тогда уж простимся Если искренне ты любишь И думаешь о браке Завтра утром ты Спосланный моею Дай мне знать Где и когда Обряд свершить ты хочешь И я сложу всю жизнь К твоим ногам И за тобой пойду На край вселенной Души спасением, клянусь Сто раз желаю Доброй ночи Сто раз темнее ночь Без света Милых глаз Ау, Ромео Ау Вот мне б сокольничий голос Чтоб снова мне сокола Красавца приманить Ромео Ромео Милая Ромео Милая Забыла я Зачем тебя звала Позволь остаться мне Пока не вспомнишь Не стану вспоминать Чтоб ты остался А я останусь Чтоб ты все забыла Уже светает Я бы хотела Чтоб ушел ты Не дальше птицы Что порой шалунья На ниточки с руки Спускает Полетать Как пленницу Закованную в цепи И вновь к себе За шелковинку тянет Ее к свободе От любви ревнуя Хотел бы я Твоей птицей быть Мой милый И я этого хочу Но заласкал Об до смерти тебя И доброй ночи Доброй ночи Прощание вмиг разлуки Несет с собой Столько сладкой муки Что до утра Могла прощаться я Но до свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рассвет Ушелубнулся Сераокий Сердящейся ночи Пятнают светом Облака С востока Его лучи Пока не вышло солнце Из тумана Чтоб жгучий взор Его веселье дню принес И осушил ночную влагу роз Наполню всю корзину я Набрав цветов целебных Ядовитых трав Земля Природы мать Ее ж могила Что бродила То и схоронила Припав к ее груди Мы бесконечный ряд Найдем рожденных ею дивных чад Великие в себе благословения Таят цветы И травы И камения Все свойства Превосходные Хранят Вот так И в этом маленьком цветочке Вот так И в этом Вот так И в этом маленьком цветочке Яд и лекарства В нежной оболочке В самом цветке Целебный аромат А в листьях И корнях Живет Коварный яд КОНЕЦ КОНЕЦ Ава Мария Отец мой Доброе утро Благословляю Нет, нет, нет Но сын мой Должен быть гоним тоской Тот, кто так рано Расстается с ложем Мы, старики Спать от забот не можем Лишь в мире том Мы обретем покой Но юность Беззаботна и ясна И жизнь ее понятна И проста Сон золотой Ее лелеет ложи Поэтому Приход твой ранний Меня смущает И нездоровье Спать тебе мешает А если нет Позволь мне угадать Так, наш Ромео Не ложился спать Ты прав, отец Мой отдых слаще был сегодня Ты с Розалиной был О, власть Господня Я? С Розалиной? Мой отец святой Нет Забытый мной И это имя И весь бред былой Хвалю, сын мой Но где же ты гулял? Случилось так Я был с врагом моим И невзначай Смертельно раненым И ранен сам его А исцеление Мы оба ждем От твоего умения Как видишь Ненавидеть не могу Помочь прошу И моему врагу Яснее, сын мой Играть не надо в прятки Скажу я проще Сердцу дорога Красавица Дочь нашего врага Дочка Пулейт Нет Да, я люблю ее Она меня Все решено И за тобою дело Отец, ты должен Освятить наш брак Я об одном молю тебя, отец Сегодня ж возложи на нас венец Святой Франциск Какое превращение А Розалина Твой предмет любви и восхищения Уже забыл? У нашей молодежи в глазах Не в сердце страсти был О, Матерь Божья Ведь из-за Розалины Такие слез потоки На бледные твои струяли щеки Что изменилось? Где былая страсть? Да, женщине простительно упасть Когда так мало силы у мужчины Но ты же за Розалину бронил меня Не за любовь, сын мой За глупый пыл Ты мне велел похоронить, любовь Но не в могилу А ты одну похоронил И сразу другую выкопал Молю тебя Ты только не сердись Теперь моя любовь За чувство чувством Платит мне сердечно Не то, что та Есть причина помочь тебе, конечно От вашего союза счастья жду В любовь он может превратить семей в вражду Послала я кормилицу Как только пробила девять Через полчаса Она мне обещала Взвратиться Быть может, не нашла его О, нет Любви послами Должны бы мысли быть Что в десять раз Летят быстрее солнечных лучей О, боже Вот она Ах, она пришла Кормилица, голубка Есть весточка? Ты видела его? Устала я Дай мне передохнуть Ох, косточки болят Ну и прогулка Тебя я умоляю, говори Скорее, кормилица, скорее Куда спешить? Не можешь подождать? Ты видишь дух? Едва перевожу я Однако у тебя хватает духу Чтоб мне сказать, что ты дышать не можешь Хорошая, дурная весть Ответь Скажи хоть это И согласна ждать я Одно скажи Все хорошо или плохо? Твой возлюбленный сказал Как честный человек Учтивый Благородный Красивый И порядочный Ручаюсь Где твоя мать? Где моя мать? Конечно, дома Где же ей быть? Ты отвечаешь странно Ваша возлюбленная сказала Как честный человек Где твоя мать? Ах, матерь божья Что за горячка? Хватит с меня Сама бегай за своими весточками Ох, какие мы сердиты Ну что, сказал Ромео Ты уже сказала своим, что завтра идёшь в церковь? Да Нет в мире самой скверной из вещей Чтоб не могли найти мы пользы в ней Но лучшее возьмём мы вещество И если только отвратим его от верного его предназначения В нём будут лишь обман и обольщение Так добродетель стать пороком может Вот так добро и зло между собой И в людях, как в цветах, вступают в смертный бой И если победить добро не сможет Это она И если победить добро не сможет Пойдём, святой отец И если победить добро не сможет То скоро смерть, как червь, растение сгложет Кто слишком спешит, опаздывает Как и тот, кто медлит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть небо этот брак благословит Чтоб горе нас потом не покарало Соедини лишь нас с святым обрядом Тогда и смерть Любви убийцы не разлучит нас Соединяю вас священными узами брака Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, сеньор О, золото! Идите сюда, смотрите! Ромео, сущность чувств моих к тебе вся выразима в слове Ты мерзавец! Тибальд Но у меня причина есть любить тебя Она тебе прощает всю ярость гневных слов Твое приветствие Я вовсе не мерзавец Мальчишка Это извинить не может обид Тобою нанесенных мне Вернись И обнажи свой меч Неправда, я тебя не обижал Люблю тебя сильнее, чем можешь думать Пока любви причину не узнаешь Вот так, мой милый Капулетти Твое имя мне дорого, не меньше, чем мое Будь счастлив Какое низкое презренное смирение Его загладит только колющий удар Тибальд Ты, крысолов Пройдемся Что тебе нужно от меня? Любезный кошачий царь Меркуцио Любезный кошачий царь Мне от вас ничего не нужно, кроме всего одной из ваших девяти жизней Но затем, если понадобится, я выколочу из вас И остальные восемь Угодно вам вытащить за уши ваш меч из ножен? Поторопитесь А не то мой меч раньше отрежет вам оба уха К вашим услугам Меркуцио, мой друг, вложи меч в ножен Пожалуйте, сеньор, удар за вами Обнажим мечи, бенволио, чтобы их разнять Сеньоры, постыдитесь Сам герцог запретил побоище на улицах Вероне Тибальд, оставь Меркуцио не надо Меркуцио, мой друг Какого дьявола ты сунулся между нами? Он меня ранил из-под твоей руки Не надо Мужаси, друг Эта рана не может быть опасна Да Она не так глубока, как колодец Не так широка, как церковные врата Но и этого хватит Она свое возьмет Приходи ко мне завтра И ты найдешь меня совсем спокойным Ручаюсь В этом мире я отбегался Чума на оба ваши дома Ромео, Ромео, Ромео От вашего Меркуцио умер Летишь на небо, благостная кротость Веди меня к нему, пламенный гнет Этибальд Возьми назад ты своего мерзавца Что кинул мне в лицо Дух Меркуцио Еще не отлетел так далеко Чтобы тебя в попутчике не жаждать Один из нас разделит этот путь Мальчишка здесь, ты если не разлучен Так будьте там Ромео, прочь Спасайся Народ бежит сюда Этибальд убит Беги, не стой, как камень Или герцог велит тебя казнить Скорее беги Исчезни Судьба играет мною Где гнусные зачинщики резни? Я все вам расскажу Я все вам расскажу Тибальд Родной Сын брата моего Что с тобой сделали? О боже, боже Наш несчастный мальчик Смерть, Монтеки, смерть Смотрите, кровь еще течет Родная кровь Уходите, уходите Его убил Ромео И Ромео должен умереть Уже ли так бессердечно, Небеса? Небеса А милый твой Ромео Ох, Ромео, Ромео Кто бы мог подумать? Ромео Накрой ее Уже ли так бессердечно, Небеса? Ромео это сделал Мой бог Ромео пролил кровь Тибальда Да, да Ужасный день Он это сделал О, куст цветов, стоящийся змеей Ничтожество в божественном обличье Исчези ада с ангельским лицом Святой проклятый, честный негодяй О, природа Что же преисподней ты оставила, когда вселила сатану В такую восхитительную внешность В живой Эдем Небесной красоты В мужчинах нет Ни совести, ни чести Все лгуны Обманщики Безбожники Злодеи Позор мужчинам Будешь защищать убийцу Твоего двоюродного брата? Как смею я бронить супруга моего? Мой бедный муж Где доброе тебе услышать слово Когда его не скажет и жена На третьем часе брака Но зачем злодей убил ты брата моего? Ромео с ним заговорил учтиво Указывал, как пуст предлог для ссоры Предупреждал, что гнев ваш будет грозен Он говорил спокойно Кротко и смиренно И очень вежливо Но ярости его не обуздал И к уговорам глухти баль достался И он направил свой острый меч на славного Меркуцио Тот вспыхнул Меч свой тоже обнажил Ромео крикнул Нет, друзья Друзья, остановитесь И быстрее слов рукой своей проворной Развел он роковые клинки И кинулся меж них Удар смертельный И из-под его руки нанес Тибальд Отважному Меркуцио Он родственник Монтеки При страсти дружбы в этом человеке Он лжет Их двадцать на Тибальда там пошли И только так убить его смогли Пусть справедливым будет приговор ваш герцог Ромео убил Тибальда И Ромео не должен жить Ромео убил его Но раньше он убил Меркуцио Кого же мы за эту кровь осудим? Но не Ромео, герцог Он другом был Меркуцио И то свершил лишь он К чему и так бы присудил закон Тибальд он казнил Убийцам нет прощения Прощать убийцу значит убивать Субтитры подогнал «Симон» Герцог Принес я вести Знай, суд герцога свершен И герцога был мягок приговор Не к смерти ты приговорен К изгнанию К изгнанию К изгнанию К изгнанию К изгнанию Будь милосерден И скажи, что к смерти Страшный ли к изгнанию Грознее, чем смерть Не говори изгнанию Но ты же изгнан только из Вероны Смирись Ведь мир велик Разнообразен Но мира нет за стенами Вероны Чистилище там Пытка Сущиад Мой рай здесь Где живет Джульетта И каждый пес Иль кот Иль маленькая мышь Любая тварь здесь Может жить в раю Джульетту видеть А Ромео нет Он же изгнанник И не нашел ужаснее Это яда Ножа острей Орудие смертоноснее Изгнание Чтоб меня убить Изгнание Дай мне сказать хоть слово Как станешь говорить ты о том Что чувствовать не можешь Будь молод ты, как я Влюблен в Джульетту Обвенчан с ней Убийцей Будь Тибальда Страдай, как я Будь изгнан навсегда Тогда бы мог ты говорить об этом Кормилица Джульетты Оставь нас Меня прислала Джульетта В добрый час О, святой отец Святой отец Скажите Где супруг моей синьоры Где Ромео Там, на постели Пьян от слез своих Ох, точно так же, как моя синьора Тоже лежит и плачет Ты о Джульетте? Как она? Она меня убийцей считает Я запятнал в расцвете Наше счастье и радость Родной ей кровью Но где она? И что с ней? Что супруга тайная моя О нашей любви Навек погибшей говорит? Да ничего она не говорит А только плачет, плачет На кровати Лежит пластом Вдруг вскочит Начнет Сибальта звать Ильза кричит Ромео И упадет опять Вставай 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 и будь мужчиной Ради Джульетты Для нее вставай Зачем впадать в безумное отчаяние? Мужчина ли ты? Да, с виду ты мужчина Но плачешь ты по-женски Ты пойдешь, жене любимой Как мужу подобает Но уходи Пока дозор не вышел Или в мантую Не сможешь ты пробраться Там будешь жить А мы найдем возможность Брак объявить И примирить дома У герцога прощение Спросить Ты с радостью Такой сюда вернешься Что в 20 тысяч раз Превысит горе Которое сейчас Как вас ты ощущаешь Быстрей Бальтазар Спасибо, мой господин Ромео Ромео Субтитры сделал DimaTorzok Редактор О, здесь она Прочь, слезы глупые Вернитесь снова в источник свой Дань скорби капли ваши Их по ошибке радости несете Супруг мой жив Дибальд его убил бы Дибальд убит Иначе он сам бы стал Убийцей супруга моего Вот утешение Чего же я плачу Субтитры сделал DimaTorzok Ты хочешь уходить? Но день не скоро То соловей не жаворонок был Что пением смутил Твой слух пугливый Он здесь всю ночь Поет в саду фруктовом Поверь, любимый Это соловей То жаворонок был Предвестник утра Ночь тушит свечи И на горных кручах День солнечный На цыпочке встает Уйти и жить Остаться умереть Нет, то не утро, Свет Я это знаю Я прошу, побудь еще Не надо торопиться Что ж, пусть меня застанут Пусть казнят Останусь я Коль этого ты хочешь Скажу, что бледный свет Не утро ока А лунного чела Туманный отблеск И звуки те, что свод небес Пронзают там, в вышине Не жаворонка трель Остаться легче мне Уйти нет воли Нет Привет тебе о смерти Нет Джульетта хочет так О, ангел мой Нет Давай поговорим День не настал 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 Беги Прошу, скорее То жаворонок Так поет фальшиво Не трели он О любящих разводит Ступай Уж все светлей 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 А наше горе Все темней и темней Синьора Кормилица Уж рассвело вы Посмотрите сами День не настал Впусти же день в окно, а счастье забирай. Прости, прости. Последний поцелуй, и я спущусь. Смотри же, шли мне вести каждый час. В одной минуте слишком много дней. Ловить я буду каждую возможность. Ты думаешь, мы свидимся ещё? Уверен в этом я. И будут дни печали служить предметом сладостных бесед. Настанет наше время. О Господи, душа моя полна предчувствий мрачных, и Ты страшно бледный. И ты мне, бледный, кажешься, мой ангел. Печаль пьёт нашу кровь. Прощай, прощай. Уже так поздно, мой господин. Синьор, вы знаете, у нас в семье несчастье. Мы с дочерью ещё не говорили. Она любила брата своего Тибальта. Так нежно, как и я. Ну что же, родимся мы для смерти. Да, в час беды, как говорить о свадьбе. Да. Но какой сегодня день? Понедельник, синьор. Понедельник. Так. Нет, в среду слишком рано. Тогда в четверг. Скажи ей, что в четверг её мы с благородным графом обвенчаем. Вы согласны? Вас не смущает поспешность к этому? Без шума справим свадьбу. Двое-трое друзей. Тибальт ведь так недавно умер. Нас упрекнут, что не горюем, а родственники нашим, если пир устроим. Итак, мы пригласим полдюжины друзей, и всё. Что скажете о четверге? Синьор, я бы хотел, чтобы четверг был завтра. Синьор Парис, я полагаю, что дочь моя во всём послушна мне. Скажу вам больше, я уверен в этом. Как чувствуешь себя, Джульетта? Синьора, я нездорова. Ты всё ещё оплакиваешь брата. Поплакать в меру – знак вашей любви. Но плач без меры неблагоразумен. Дайте мне поплакать, моя утрата слишком велика. Дитя мое, ведь плачешь ты не только о нём, но и о том, что жив злодей, его убийца. Какой злодей, синьора? Один злодей, Ромео. Прости его, Господь. Как я его прощаю. Хоть так никто не ранил сердце мне. О, как трепещет сердце при имени его. И не могу я полететь к нему, чтобы из любви к несчастному Дибальту в объятиях насмерть задушить его убийцу. Мы сумеем отомстить, не бойся. И довольны плакать. Но с вестью радостной к тебе пришла я, дочь. Во время скорби радость очень кстати. Но что за вести, матушка, скажите? А вот. Заботливый родитель у тебя, дитя мое. Чтоб грусть твою рассеять, тебе готовят день такого счастья, тебе оно не снилось и во сне, и даже мне. Синьора, день счастья этого когда наступит? Скоро, дочка. Поутру, в четверг, прекрасный и богатый, благородный синьор, сам граф Парис, введет тебя во храм Петра счастливой и радостной невестой. Я... Но что за спешка? Я должна венчаться с тем, кто меня и не просил об этом. Прошу вас. Передайте моему синьору, отцу, что замуж не хочу. Но если мне придется выйти замуж, то клянусь, что я скорее пошла бы за ненавистного Ромео, чем за Париса. Сама ему все это и скажи. Посмотрим, как он примет эти речи. Делай с ней, что хочешь. С меня довольна. Как же так, жена? Ты ведь сказал ей, что мы решили? Сказала, но она не хочет. Ответила, спасибо. Нет, с могилой бы мне дуру обвенчать. Что? Ты объясни мне. Объясни, жена. Как это так? Она не хочет. И не благодарит? И не гордится? Не пошла за счастье, что ей не стоящий мы подыскали столь знатного синьора, достойнейшего жениха. Я не горжусь, что вы его нашли. Благодарю, что вы его искали. Горжусь я, но не тем, что ненавистно. Но все ж я благодарна даже за ненависть, коль от любви она. Что, что? Бессмыслится. Что это означает? Горжусь я, и благодарю вас. Я не хочу, и вдруг я не горжусь. Нет, дерзкая девчонка. Твоих мне благодарностей не надо. Горжусь я, не горжусь. Ты неженка в наряде подвенечном. В четверг отправишься с Парисом в храм Петра, или на вождях тебя поволокуя. Ты немочь бледная. Тише, тише. Ты что, с ума сошел? Отец мой добрый, Я молю вас слезно, на коленях. Одно лишь слово дайте мне сказать. Черт побери, негодная девчонка, тварь непокорная. Я говорю тебе, в четверг пойдешь ты в церковь, или больше мне не смей смотреть в лицо. Молчать, не отвечать, не возражать. Ох, руки чашутся. Жена, а мы еще жалели, что Бог одну лишь дочь нам дал. Теперь я вижу, что и этой слишком много. И что она для нас одно проклятие. Прочь, подвое! О, спаси ее, Господь. Нехорошо, сеньор, так дочку обзывать. А почему ты умница? Язык попридержи. Советчица, толкнись бобьем, ступай. Я ничего плохого не сказала. О, Боже, дай мне силу. И слова не скажи. Иди, иди. Ты слишком вспыльчив. Да что к вас. Тут с ума сойдешь. Днем, ночью, утром, вечером. Здесь дома, за границей, в компании. Во сне и наяву. Одной моей было заботой найти ей жениха. И вот нашел ей графа. Из герцогского рода. Богат, красив, воспитан превосходно. Все говорят прекрасных полон свойств. Сложен, как лучше быть нельзя мужчине. И вот она. Максивая девчонка. Дура набитая. Пустая кукла. Что в такую удачу изволит отвечать? Не выйду замуж. Я любви не знаю. Я слишком молода. Прошу прощения, но не надо. Что? Не хочешь замуж? Как тебе угодно. Пасись где хочешь. Только вон из дома. А думай, я ведь не шучу. Четверг уж скоро, так что поразмысли советую. Родная, не гони меня, молю. Отсрочь мой брак на месяц, на неделю. Не говори со мной, я не отвечу тебе ни слова. О, Боже мой. Кормилица, что делать мне теперь? Супруг мой на земле, оклятого в небе. Увы. Увы. Как могут небеса жестоким испытанием подвергать такое слабое создание, как я? Что скажешь ты? Хоть чем-нибудь порадуй. Неужели нет утешения, няня? Утешение есть. Послушай. Ромео изгнан. Об заклад побьюсь. Он не вернется требовать себя. Он лишь тайком прокрас, может, в город. И если уж так дело обстоит, и так уж получилось, я полагаю, лучше тебе за графа выйти. И это ты мне говоришь от сердца? И от души еще. Вот славный кавалер. Пред ним Ромео кухонная тряпка. У орла сеньора нет таких зеленых, красивых, быстрых глаз, как у Париса. Он взглядом поражает прямо в сердце. Я думаю, что в этом браке, во втором, ты будешь жить счастливее, чем в первом. Ну что же, ты прекрасно меня утешила. Отец мой, я молю вас о прощении. Отныне я покорна вам во всем. Позвольте прогневивший вас сейчас пойти к Лоренцо в церковь, чтобы покаяться и получить прощение грехам. Весьма разумно это. Лоренцо в церковь. Лоренцо в церковь. Где брат Лоренцо? Там. Там. Для чистых чисто всё. Запри же дверь скорее, а потом ты подойди, и мы поплачем вместе. Ни жизни, ни надежды, ни спасения. Для чистых чисто всё. Бог нам сердца соединил с Ромео. Ты наши руки здесь соединил. И раньше, чем моя рука, тобой врученная Ромео, закрепит другой союз, и любящее сердце изменит ты отдаст себя другому, и руку уничтожу я и сердце. Я вижу слабый луч надежды. Для этого должна решимость наша. Такой же быть отчаянной, как беда, что мы хотели бы предотвратить. Уж если, чтоб не стать женой Париса, уйти из жизни хочешь добровольно. Отец, женой Париса я не стану. Позволь мне спрыгнуть со стены той башни. Пошли меня к разбойникам в вертеп. Змейный лог свяжи одной цепью с ревущими медведями меня. Или на всю ночь запри меня в мертвецкой. Помолчи. Ты завтра постарайся на ночь одна остаться. И пускай и кормилица с тобою не ночует. Возьми вот эту склянку. И в постели, когда ты выпьешь весь раствор до капли, тебя скует внезапный холод. В жилах должна становиться будет кровь. Биение пульса сразу прекратится, и сердце замолчит. Ни теплота, ни вздох не обличат, что ты жива. Все твое тело, лишившись жизни силы, застынет. Станет мертвенно недвижным, холодным, словно труп. И вот в таком подобии страшной смерти ты ровно 42 часа пробудишь. Итак, когда жених придет поутру, чтоб разбудить тебя, то он увидит, что ты мертва. Потом тебя, как велит обычай нашей страны, в наряде лучшем и в гробу открытом перенесут в старинный склеп фамильный, приют последней рода Капулетти. Лишь слушая об этом, трепещу. Но я все сделаю, без страха, без сомнения. Я останусь возлюбленному верной женой. А я тем временем не стану медлить и обо всем дам знать письмом Ромео. А в час, когда проснешься ты, я буду рядом. А потом тебя я в этой келье спрячу, до дня собрания братства нашего. Мы ежегодно в Мантуе на Пасху встречаемся. Там будет много братьев в одеждах одинаковых. Вот так и доставлю я тебя к Ромео. Но скажи мне, тебе не будет страшно рядом с недавно похороненным Дебальтом? Дай мне склянку, дай. И мне не говори о страхе. Любовь придаст мне силы и поможет все выдержать. До свидания, отец мой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот и она вернулась от исповедя. Взгляд такой спокойный. Скорей. Иди к нему, иди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, упрямица? Где ты шаталась? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там, где я раскаянию научилась, в грехе непослушании вашей воли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Святой отец Лоренцо велел мне на коленях молить прощение. Я молю, простите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, я очень рад, прекрасно. Ну, подними головку, подними. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Клянусь я Богом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот почтенный святой монах. Весь город наш ему обязан многим. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Синьору Ромео Монтеки. В Мантуе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ава, Мария. Брат, ты должен срочно доставить это письмо в Мантую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В Мантую? В послушание и добродетель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аминь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скажите мне, это дорога в Мантую? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 было некрасивым. Ты больше слез вредишь ему словами. Но это истина, не клевета, сеньор. Святой Отец! Возьмите это, Святой Отец. О, благодарствую. Святой Отец, скорей. Пойдёмте. Там умирает человек. Он умирает и об исповеди просит. Подержи моего осла, брат. Ну вот. О, моё письмо! О, Боже, поскорее! Что с тобой, мой добрый друг? Пять дней уже лежит в постели. Он с болезнью странную. Всё его тело терзает боль. Боюсь, он при смерти. Просил он во спасение души позвать священника. А вот врачей не хочет. Мне кажется, что больше самой смерти. Боится он врачей. Так уж вышло, что тот, кто душу облегчит его, и в медицине тоже знает толк. И это к лучшему. Ведь часто так бывает. Душа страдает, а болеет тело. Но у него чума. Чума! Чума! Воды, воды, воды. Подождите! Откройте дверь! Мое письмо! Письмо Ромео! Письмо Ромео! Письмо! Стойте! Стойте! Прошу, кормилица, оставь меня одну. Всю ночь молиться надо мне, чтоб небо моей судьбе печально улыбнулось. Ты знаешь лучше всех, как тяжко я грешна. Ну что, хлопочете? Не нужно ли вам помочь? Нет, матушка. Мы сделали тут всё, что к завтрашнему дню необходимо. Прошу, позвольте мне одной остаться. Пускай кормилица вам помогает. Ведь я уверена, у вас ещё немало хлопот. Такая спешка. Спокойной ночи. Ложись пораньше спать. Тебе ведь нужен отдых. Прощайте. Бог знает, свидимся ли ещё. Холодный страх по жилам пробегает, и жизнь и теплоту в них леденит. Верну их, чтоб утешили меня. Нет, нельзя. Должна сыграть одна я эту сцену. Что, если не подействует питьё? Тогда придётся утром мне венчаться. А если яд монах мне дал коварно, чтобы убить меня, боясь бесчестия, когда бы вдруг открылось, что меня с Ромео уже б венчал он раньше, чем с Парисом? А если вдруг в моём гробу очнусь я раньше, чем придёт Святой Отец освободить меня, тогда могу я задохнуться в страшном склепе, в чью пасть не проникает чистый воздух. А если я останусь жива, смогу ли сохранить рассудок свой? Я в царстве смерти и полночной тьмы, в ужасном месте том, в могильном склепе, в гробнице древней. Там долгие века лежат останки, кости, черепа всех наших предков. Там лежит недавно похороненный Тибальд и в савани гниёт. Вот он, вот! Я вижу призрак брата! Ромео ищет он! Стой, стой, Тибальд! 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 Отечно Д而я! Дàoлольный человек! Ура! Тибальд! Продолжение следует! Ромео, иду к тебе. Пью за тебя. Кормилица, возьми ключи и пряности достань. А его и фиников на кухню просят. О боже, что за день. И граф сейчас придёт. Кормилица, кормилица. Что? Беги, будь Джульетту и наряжай её. Синьора, а, синьора? Джульетта, как крепко спит она, моя овечка, госпожа. Фу, какая соня. Что, не слово? Что, а flattery еще все но и он посмотрел на него. Я как раз не раз��ilappy, что лысого стеро sauce дома сделает. Я configuration был последний. Я nawet скажу в это мой broker, он Little Committee�', Кобякова, Она мертва, скончалась, умерла, умерла, умерла. Коль можно верить сновидениям сладким, мне сны мои предсказывают радость. С утра я бодро, весел, просто счастлив. Весь день меня какой-то дух уносит, ввысь, над землей, в радостных мечтах. Мне снилось, что меня моя супруга нашла умершим. Что за странный сон? Где мертвецу дана возможность мыслить? И тут она горячим поцелуем такую жизнь в уста мои вдохнула, что ожил я и стал царем земли. О, как живит любовь на самом деле! Когда так оживляет мысль о ней. Привет, Бальтазар! Вести из Верона. Что, Бальтазар? Что, Бальтазар, от моего монаха привез письмо ты? Как матушка? А батюшка здоров ли? Как там моя Джульетта? Дело только в ней. Ведь если ей хорошо, дурного быть не может. Ей хорошо, дурного быть не может. Я злые вести вам принес, простите, но утаить от вас не смею их, сеньор. Злые вести ты говоришь? Сеньоры, тело в склепе Капулетти. Бессмертная душа средь ангелов небесных. Я видел, как ее несли, и тотчас помчался к вам. Сеньор мой, умоляю, успокойтесь, как побледнели вы. И ваш безумный взгляд сулит недоброе. Тише. Ты ошибаешься. Ты не привез письмо мне от монаха? Нет, мой сеньор. Неважно. Ступай. Я вызов вам, бросаю звезды. Мой господин. Мой господин. Мой добрый господин. С тобой, Джульетта, лягу в эту ночь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Городская стража застала меня в доме, заразую чумною пораженным. И они меня в том доме задержали, запечатав и двери окна. Я долго пробыл там, потом мне приказали мантою покинуть. Но кто же отвез мое письмо Ромео? Его послать не смог я. Вот оно. Никто не смел взять у меня письмо. Так все боятся роковой заразы. Жестокий рок. Клянусь я нашим братством. Письмо-то было чрезвычайно важно. И то, что недоставлено оно, грозит большой бедой. Брат Джованни, ступай, найди железный лом и прямо в келью его мне принеси. Брось свой преступный замысел, Монтекки. Неужто и умершим можно мстить? Ты осужден, тебя я арестую. Иди за мной, ты должен умереть. Да, должен. И затем пришел сюда. О, милый юноша, не искушай отчаявшегося безумца. Молю тебя, не вовлекай меня ты в новый грех. Ярости во мне не пробуждай. Убегай, скорее убегай. Живи. И скажешь ты потом. Он все же спас меня. В безумии своем. Твои мольбы встречаю я презрением злодея. Ты арестован. Аааа! Когда ты милосерден, вскрой склеп и положи меня с Джульеттой. Я обещаю, клянусь. Мне что-то говорил слуга мой, когда его я слушал, не внимая. Мне кажется, сказал он, что Парис – жених Джульетты. Или этого не говорил он? И это мне приснилось? Или в своем безумии, когда заговорил граф о Джульетте, вообразил я это. Дай мне руку. Ты записан со мною в одной и той же книге злой судьбы. Я схороню твой прах в чертоге, лучезарном. Нередко люди в свой последний час бывают веселы. Зовут сиделки веселья – это прощальными зорницами. Как могу назвать я это зорницей? В течение месяцев. О, любовь моя! Жена моя! Смерть выпила мед твоего дыхания, но красотой твоей не овладела. Ты не побеждена. Еще румянец красой твои уста и щеки озаряет. И смерти знамя бледное не веет. Тибальд, и ты лежишь здесь в саванне кровавом. Что больше мог бы для тебя я сделать, чем этой же рукой, убившей юность твою, убить того, кто был твоим врагом? Прости мне, брат. О, милая Джульетта, зачем ты так прекрасна? Я могу подумать, что смерть бесплотная в тебя влюбилась. Что страшное чудовище здесь прячет во мраке, как любовницу тебя. Я этого боюсь. И я останусь навеки здесь, с тобой. Из этого дворца зловещей ночи я больше не уйду. Здесь. Здесь останусь. Стряхну я игорь несчастливых звезд с моей усталой плоти. Глаза мои. Взгляните. В последний раз. Руки, в последний раз объятия раскройте. И вы, мои уста, врата дыхания, священным поцелуем закрепите. Союз бессрочный с беспощадной смертью. Сюда, мой горький спутник. Проводник, зловещий мой. Отчаянный мой кормчий. Разбей же окрутые скалы. Усталый и ненужный мой челнок. Компьютерный мой. Там не идица, Zentероса краев. Компьютерный мой. Компьютерный мой. Подожди кормчий. Компьютерный мой. Т刚ь так evaporlyn. Ниый мой мож. Компьютерный мой. Конечно, ih 비 Splitка他 не национально. Я это одинаково 19 мать. меня национально. Ромео! 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 Я помню всё, и где я быть должна. И вот я здесь. Но где сейчас Ромео? Синьора, уйдём же из гнезда заразы, смерти, тягостного сна. Идём. 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 Противиться не можем высшей воли. Надежды все разрушены. Идём. Идём отсюда. Идём. О доброе Джульетте, бежим. Нельзя здесь оставаться. Идём. 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 Уста твои теплы. Идём. Вот твои ножны. Войди. И дай мне умереть. Дnemа Пугает. Войди-купает. Хегия. Идём. Войди. Субтитры сделал DimaTorzok О, горе! Смерть и погребальный звон зовут в холодную могилу. Меня, старуху. Ты невежлив. Зачем же ты забыл приличие и ранее отца сошёл в могилу? Капулетти! Монтеки! Смотрите, как вас бич небес за ненависть карает, лишив вас счастья силою любви. О, брат Монтеки! Дай мне руку. О, брат Монтеки! Нам грустный мир приносит дня светила. Лик, пряча с горя в облаках густых. Идём, рассудим обо всём, что было. Одних прощение, кара ждёт других. Но нет печальной повести на свете, чем повесть о Ромео и Джулиете. Фильм озвучен по заказу клуба «Другое кино». Фильм озвучен по заказу клуба «Доио» 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 «Доио»